Что, друзья, составление финансового плана, теоретически можно это делать параллельно, те, кто будет смотреть записи, можно это делать параллельно, свой с нашим, типа делай раз, здесь я написал, вы сделали то же самое, делай два, параллельно идти. Но я бы порекомендовал вначале полностью просмотреть, а потом уже вторым просмотром составлять финансовый план параллельно. Так будет понятнее. По поводу своих целей вы обычно эмоциональны, а когда вы посмотрели на чужом примере, когда вы поняли, как это работает, дальше на свой жизненный пример все это переносить гораздо проще. Поэтому, чей это будет финансовый план? Два потока назад я составлял финансовый план одной женщине. Прелесть этого финансового плана была в следующем. Мы еле-еле впритык, 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 и в итоге шли-шли-шли, и не смогли составить с тем подходом, который ей был комфортен. Но потом я подкрутил везде по чуть-чуть, и мы со свистом пролетели этот финансовый план. Ну, то есть выполнили все цели основные. Там что-то подкорректировать пришлось, но тем не менее. Поэтому я специально выбрал этот финансовый план для того, чтобы даже если вот это будет реализовано, то все остальные могут его перевыполнить. Дальше. Второе. Показать максимальное количество возможных вариантов, да, что вот здесь, тут везде, помните, тысяча рублей в месяц, что повлияло? А вот представьте, таких тысяч рублей в месяц в семи местах подкрутить, ну, это же существенная разница, и поэтому финансовый план в итоге удался. Это повлияло. Ну, и третий момент. Смотрите, я не стал вам включать видео составления того финплана. Я просто выписал для себя, какие шаги мы делали. Поэтому я сам буду вам говорить, какие она выбрала там варианты поведения, устранения кассовых разрывов, что перенести на более поздний срок, что там дешевле купить, что в кредит купить. То есть я буду просто, я записал полный скрипт, как мы там составляли, и просто вас проведу по этому скрипту, как если бы я у вас на глазах его составлял. То есть это живая реальная история. Открываем финансовый план. Эй. Начинаем, напомните, с чего? Цели. Забыли, да? Переносим цели в хронологической последовательности от более ранних к более поздним. Первый 2016 год. Путешествие. 250 тысяч рублей. Путешествие в Европу. То есть там будет отдельно отпуск годовой, а это отдельно путешествие в Европу, да? Чтобы не забыть, чего здесь такое, правой клавишей мыши ставить примечание. Европа. 250 тысяч рублей. Дальше. Видите красный треугольничек в правом верхнем углу? Навели курсор, вам подсказочка. Правой клавишей мыши. Изменить примечание, удалить примечание. Это элементарные навыки работы с Excel. Те, кто разбирается, простите за примитивизм, но как бы те, кто не разбирается, надо было помочь. Следующее. Шуба. 2016 год. 104 тысячи рублей. Если целей несколько в одной ячейке, лучше сумму ставить. Почему? Допустим, вы захотели подкорректировать. Раз, видите, из каких составных частей, да, из каких слагаемых состоит эта сумма. Шуба. 104 тысячи рублей. Дальше. Автомобиль. 2018 год. 513 тысяч 800 рублей. Тут почему такие суммы странные? Это Казахстан. Она свои нормальные суммы переводила в наши российские деньги. Поэтому где-то вот цель сейчас будет обучение ребенка. Автомобиль папе. 770 тысяч 700 рублей. Ну, вот эти 700 рублей, это странные для нас вещи, но как бы… А, ну, тут вот 513-800, та же самая история. Ну, вот почему такая точность? Просто перевод в наши деньги. Так, 2019 год, свадьба, 513 тысяч 800. Несмотря на то, что это девушка, ей приданое нужно. То есть там саму свадьбу оплачивает муж, а ей нужно приданое. Там у них такие правила. Поэтому она заложила сюда. 2020 год, 280 тысяч. Это и платные роды, и всякие УЗИ, и уход за собой, и восстановление, и всякое прочее. Так, дальше. Однокомнатная квартира, 2024 год. 3 миллиона 339 тысяч 700 рублей. Так, 2026 год. Автомобиль папе. 770 тысяч 700 рублей. Так, здесь смена будет автомобиля раз в 3 года, раз в 5 лет, вернее, на новый. Но это я потом внесу. Естественно, на старом автомобиле мы не будем ездить всю жизнь. Так, следующая цель. 26-й мы прописали. 27-й смена жилья на более комфортное, на двушку уже. 4 миллиона 367 тысяч 300 рублей. Дальше. 36-й год обучения ребенка. Разово здесь написано. Можно там ежегодно какую-то сумму, но здесь разово. Плюс создание пассивного дохода в 40 тысяч рублей в месяц. Это стоит 6,857 тысяч рублей. Да, забыл вам рассказать, как посчитать необходимую стоимость капитала для получения пассивного дохода. К примеру, вы хотите капитал стоимостью, ой, вы хотите 50 тысяч рублей пассивный доход, да? Умножаете на 12, это получается 600 тысяч в месяц, ой, в год. Почему на 12? Ну, потому что все доходности годовых считаются, поэтому надо посчитать, сколько нужно в год. А дальше получается, что 600 тысяч это 7%. Почему 7? Это доходность надежных вложений. Да, по банковскому депозиту есть и 12, но там и инфляция. А 7 есть в недвижимости, которая и стоимость инфляции отражается, и доходность, понимаете, 7%. А дальше надо понять, сколько будет 100%. Вы понимаете, да? 100 это капитал, с капитала капает 7, и эти 7 600 тысяч. А здесь величина х. Дальше х равно 600, умножаем на 100, делим на 7, крест-накрест, и получается 8,5 миллионов рублей. Или там 9, ну, по-моему, 8500 там с копейками. Понятно, да? Сотка стоит 17 миллионов. Помните, в том финансовом плане пассивный доход 100 тысяч был. Там цифра стояла 17 миллионов. Давайте смоделируем. В Питере на эти деньги можно купить 2 однушки и 2 студии, отремонтировать, сдавать в аренду по 25 тысяч. Вот элементарный план размещения пенсионного капитала сегодня только в квартирах. Только в квартирах это не очень правильно. Я для примера, чтобы не взрывать голову. Ну вот, понятно, да? Вы подставили свою сумму, сколько вам в год хочется. Если у вас здесь 100, значит, миллион 200, миллион 200, здесь в два раза больше, ну и так далее. Так, 7 миллионов 627 тысяч. Теперь отпуск в июле 2015-го 20 тысяч рублей. Отпуск в июле 2015-го 20 тысяч рублей. Ой, 840 написал. И с 2017-го года 85 тысяч. И так дальше до выхода на пенсию. Понятно, что будет меняться сумма плюс-минус. Где-то чуть дороже, где-то чуть дешевле, но это мелочи. Вот мы записали разовые цели и регулярные цели. Шаг номер раз. Если, ну я просто переношу. По сути мы это уже сделали, да? Ну то есть, когда мы слушатели семинара, вы должны были для себя это уже сделать. Свой финансовый план. Взять табличку, которая в материалах. И уже свои цели сюда перенести. Вот мы просто по сути вас догоняем в этом примере. И вуаля. У нас появилось. Так, сейчас. Я закрою ненужные таблицы. Вернее, ненужные. И вот список целей. Согласитесь, приятный набор. Европа, собственная машина, машина отцу, квартира, дом, ребенок, регулярные путешествия, пассивный доход и обучение в вузу. Ну то есть, уже мотивирует, согласитесь, к этому двигаться. Все, вот мы определили список целей, к которым мы хотим идти. Все, дальше. Дальше нужно понять накопление. Так, 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 так. Сейчас, друзья, одну секундочку. Подсказку себе в помощь открою, а то не все данные завел. Остаток на апрель месяц. Ноль. Ну, мы для упрощения написали один рубль, как бы. Ну, чтобы видно было, что какие деньги, какие операции мы делаем с остатком в банке с предыдущего периода. Накопление ноль, ну, мы поставили такие условно один рубль. И платеж по кредиту, благо кредиты небольшие, 3054 рубля. Этот кредит платить весь следующий год и 4 месяца в 2017 году. Суммарно здесь платежей на 73 296 рублей. Вот мы внесли активы пассивы. Помните, я вас спросил после этого раздела внести активы пассивы. Дальше мы вносим доходы минус расходы. Доходы 42 тысячи. Расходы 30 тысяч. И представляем, как если бы это было до конца года. У нее там увеличение доходов пока что не предвидится. Поэтому пока на этом уровне. Так. То есть, лет до выхода на пенсию у нас 20. Это еще один инструмент, время, которым мы пользуемся. Вот она стартовая точка. Накопление 0, кредитов на 73 тысячи, доходы 42 тысячи, расходы 30-ка, прибыль 12 до кредитов. Лет до выхода на пенсию 20, она не замужем. И начинаем считать 2015 год. Заработали 42 тысячи, убрали 30 на жизнь. Все, забыли про них. В финансовом плане оперируем только прибылью. Напоминалки здесь доход в месяц, расход в месяц. Вот здесь учтены они только в качестве напоминалок. Сколько нам денег нужно заработать в этом месяце. Ну, как нормативы, знаете. Заработай не меньше такой-то суммы, потрать не больше такой-то суммы. Прибыль отложи не меньше 12 тысяч. Все. Но дальше в финплане работает только прибыль. Надо понять, какими деньгами мы можем оперировать на достижение наших целей. Какими это? Остаток предыдущего периода плюс новая прибыль. В нашем случае это 12 тысяч 1 рубль. Ну, еще раз, то есть сколько это у нас лежало? В нашем случае 0. Ну, я для упрощения поставил 1 рубль. Плюс то, что мы пополнили в течение месяца. 12 тысяч в течение месяца пройдет через руки. Но дальше мы из этих денег будем вычитать. На страховки, на инвестиции в недвижимость, на инвестиции в акции, на создание личного капитала, на достижение целей, на погашение кредитов, на отпуск, здоровье и так далее. Даже несмотря на то, что здесь нули, вставим все равно ячейки. Потому что вдруг мы захотели поменять. Мы захотели в этот месяц вложить деньги. Мы захотели в этот месяц купить квартиру, машину или еще что-то. Там, когда везде формулы, вы внесли одно изменение в таблицу, и все, автоматически финансовый план пересчитался. Если вы сделаете его ручным, то, ну то есть вручную все. Вам одну цифру поменять, надо весь финплан пересчитывать. Но это караул. Еще раз, что мы вычитаем? У нас свободных денег за месяц было 12. Из этих денег мы платим кредит, достигаем цели, ездим в отпуск, создаем личный капитал и вкладываем в разные виды финансовых инструментов. Понятно, да? То есть вот они, 7. Ну, в формуле, в материалах к этому семинару есть эта табличка. Можно зайти, открыть и посмотреть, что там стоят за формулы. То есть итоги месяца. Подводим итоги мая. В балансовом отчете вычеркнули в кредитах минус 3054 рубля. В накоплениях депозита вместо нуля написали 8947 рублей. Вот итоги месяца. Следующий месяц. Растягиваем формулу. Ставим для этого правый курсор в правый нижний угол. Зажимаем левые клавиши мыши, тянем вниз. И он в новой строке уже просчитал то же самое. Остаток в банке с предыдущего периода плюс новая прибыль. Лежало 8900, добавили 12, стало 2947. Ясно? Да. Ну, то есть это опять же элементарно с Excel. И то же самое. Растянули формулу. И он все те же самые ячейки, но на строку ниже вычтет. Видите, здесь было B12, H12, I12. А здесь стало B13, H13. Ну вот в следующем уже месяце. 17893 рубля. Получается. Подводим итоги месяца. Вносим изменения в соответствующий балансовый отчет ваш. Еще уменьшилась сумма долгов. Еще увеличился размер резерва. Ну, то есть управляем деньгами как можем. Дальше. Накопили. Потратили. Здесь у нас поездка в отпуск. Поэтому видите, да? Размер резерва уменьшился. Накопили. Потратили. Накопили. Потратили. Ну и так для упрощения сразу тянете вниз. И он пересчитывает. До конца декабря мы планируем съездить два раза в отпуск. Нам на это денег хватает. Если бы не хватало, появился бы минус. И у нас резерв 9569 рублей. Подводим итоги года. По кредиту оплатили 24 тысячи. На банковском счете 9569 рублей. На 62 тысячи съездили в отпуск. Вот таковы итоги 2015 года. Не густо, но как бы и не самый бедняцкий вариант. Все-таки в отпуск едем по кредиту, платим, резерв формируем и так далее. Но, конечно, хотелось бы быстрее. Для чего мы целый год не увеличиваем доход? Это, скажем так, это ограничение плана финансовой безопасности. Естественно, мне все говорят, Рома, завтра тут было 42 тысячи, завтра 3 миллиона. Но, блин, надо заземлиться, надо консервативный сценарий просчитать. Вот мы подвели итоги года. С чего мы начинаем следующий 2016 год? Ставим цель по доходам. В нашем случае мы решили 52 тысячи. Ну, то есть на десятку прирастаем. В нашем случае 10 тысяч от 42 это плюс 25 процентов. Норма от 15 до 30. В нашем случае от 15, 15 процентов от 40 это было бы 6 тысяч. А 30 от 40 это 12 тысяч. Конечно, мне все говорят, Рома, следующий год удвоение. Следующий месяц удвоение. Но это опасно. Если вы сделаете в реальной жизни удвоение, супер, перевыполните финансовый план. А давайте мы просчитаем, что в спокойном режиме вы даже все достигаете, не надрываясь. Понимаете, да? Это заземляет. Это позволяет выдохнуть, что у вас есть запас прочности. Хотите перевыполнить? Перевыполняйте. Но вы знаете, что вы даже при этом сценарии достигнете вашей материальной цели. Это дает спокойствие. Цель по доходам 52 тысячи. Учитывая, что у нас впереди много крупных материальных целей, то мы распределяем прибавку не пополам. Половина на потребление, половина на достижение целей. У нас накоплений нет, цели туча. Мы треть на потребление, две трети на достижение цели. Это нормальная история. То есть сами выбираете. Но заложить на увеличение расходов нужно. В нашем случае доходы были, расходы были 30 тысяч. Мы поставили 33 тысячи. Прибыль у нас выросла до 19 тысяч. Вот наши цели. Не факт, что она знает, как это достичь, это уже другая история. Цель – это процесс постановки цели, а планирование – это как эту цель достичь. Либо она уже знает, что с этим делать, либо отдельно в семинар у меня есть на тему удвоения доходов за год, но в крайнем случае за два. Здесь плюс 25% всего лишь за год. То есть даже за счет тупо повышения, вот я дам в конце простейшие инструменты, простейшие, за счет них можно это сделать. Поэтому даже если вы не знаете, за счет чего увеличить доход, но вы внутренне готовы ставить себе цель по доходам. Не, можно на 42 тысячи составлять финансовый план, но будет сильно скучно. Там точно не без всяких этих европ за 250 тысяч и так далее. Ну так вот, вот мы определили цель по доходам, цель по расходам, цель по прибыли и теперь считаем это за год. Месячную прибыль умножаем на 12. Можно на 12 умножить здесь, здесь и здесь. Но вот смотрите, вот так вы знаете, вам надо заработать за год 52 тысячи за месяц. А так я вам говорю, заработайте, пожалуйста, за год 624 тысячи. Вам это о чем-нибудь говорит? Нет. То есть это напоминалка, сколько вы должны зарабатывать в этом году в месяц. Поэтому здесь просто удобство. Умножаем за год, чтобы считать прибыль. Это же месячная прибыль, да? А нам надо за год посчитать. Поэтому умножаем на год, за год на 12 здесь. А здесь оставляем месячные доходы, расходы, прибыль, как напоминание себе, сколько мы должны зарабатывать. ТЗ такое, понимаете? Вот через наши руки пройдет 237 тысяч. Растянули формулу. Опс. Минус 237 тысяч рублей. Что это такое? Кассовый разрыв. Не хватает деньжат. Шуба плюс этот, как его? Что там у нас было? А, Европа на 250 тысяч. Кассовый разрыв. Нет денег. Это следующий вопрос. Важно. В этом столбце, там где сейчас минус, минимальная сумма ноль. Ну, то есть, если вы чего-то купили себе, это значит, вы где-то деньги нашли. Это значит, вы их отнесли на депозит, а потом оплатили. Это значит, должно было быть пополнение депозита. Минуса там быть не может. Минус – это кредит. Но, опять же, вы взяли кредит, пополнили депозит, оплатили. Поэтому это остаток на банковском счете. Минимальное число, которое там может быть, ноль. Если минус, все, это ошибка. Сразу же, что вы делаете? Вначале, естественно, вы паникуете. Ой, у меня ни хрена не получится, все пропало. Это 15 секунд паника длится. Это я вам серьезно говорю. Это нормальная история. А дальше вы начинаете перебирать варианты. Как устранить кассовые разрывы? Первое – полный отказ от цели. Второе – позже. Третье – дешевле. Четвертое – кредит. Пятое – нарастить финансовые возможности. Что это значит? 5.1 – это уменьшить расходы. 5.2 – увеличить доходы. И 5.3 – продать ненужное. И дальше, естественно, вам хочется сразу же определиться, но вы просто перебираете варианты. Первый кассовый разрыв у нас произошел в 2016 году. Полный отказ от цели. Никогда в этой жизни не съездить в Европу, по крайней мере, в рамках данного финансового плана, или не покупать шубу. Ну, не очень прикольная вообще сама по себе опция. Полный отказ от цели. Но вот владелица этого финплана говорит, слушайте, я поняла, что шуба, это вот написала просто, чтобы было. Ну, вообще чихать на эту шубу. Проскочила шуба через наш фильтр. Определение своих мечт от навязанных. Поэтому мы отсюда шубу перевели в план финансового комфорта. Здесь самое важное, самое, что вот, ну, приоритетное, выживание. Плюс Европа это не выживание, но это прям вот много эмоций, понимаете. От шубы меньше эмоций, чем от Европы. Поэтому полный отказ от шубы для нее в этом финансовом плане был норма. Позже, как вариант, она сказала, дешевле. Так, сейчас я посмотрю. Дешевле вариант в каком плане? Если уж мы едем в Европу. Так, вот шубу убрали сразу, да, 104 тысячи. Если уж мы едем в Европу, но зачем еще годовой расход на отпуск? Ну, так жирно получится. И Европа, и еще отпуск, да? Ну, Европа есть отпуск. Вот, получается минус 49. А, и сюда съездить на 500, не на 250, а на 200. И видите, кассовый разрыв уменьшился. В кредит мы не захотели. Нарастить финансовые возможности, уменьшить расходы, там некуда уменьшать. И так оптимизировано увеличить доходы. Мы и так увеличили, я больше не позволил. Продавать нечего. И вот мы из этих трех вариантов отказались от шубы. Позже тоже не подходит. Отказались от шубы и съездили дешевле. И видите, да, что устранили кассовый разрыв. Да, здесь ноль. Ну, считайте, меньше тысяч рублей. Но, тем не менее, реализовали цель, да? Итоги 2016 года. Мы погасили кредитов на 36 тысяч. Остаток у нас, конечно, маленький, но... Па-пау! Съездили в Европу. Путешествия. Прикольно? Ну, то есть, вот пошел такой процесс достижения материальных целей. Идем дальше. 2017 год. Цель по доходам. Мы решили так постепенно расти. 62 тысячи. По десятке в год. Ну, то есть, 10 в месяц, но раз в год. За год вырасти на 10 тысяч рублей. Понимаете, да? Вам это не взрывает мозг? Или немного взрывает? Вот чуть-чуть взрывает. Чуть-чуть это нормально, потому что это предполагается растяжку. Если вообще все, блин, нереально, ну, попробуйте составить финансовый план на 42 тысячи. Увидите, что у вас нихрена практически не получится. И начнете шевелиться в тему в направлении увеличения доходов. Если вам это взрывает, друзья, важный момент. Я понимаю прекрасно. У людей есть опыт постановки цели, есть опыт ведения бюджета, есть опыт даже составления балансовых отчетов, есть опыт подбора депозитов, страховок и так далее. Но у людей практически нет опыта увеличения доходов. Кроме как через повысь квалификацию, своруй. Но других вариантов люди не знают. Но вы должны четко понимать, что это тоже инструмент, который просто берется и прокачивается. Я сегодня суть объясню, дам два простейших примера. А если действительно надо в этой теме глубоко разобраться, то на этом будет отдельный семинар. Но ничего сложного, просто тупо, блин, мы в этом не разбирались. Ну, не принято у нас в стране постоянно думать на то, как больше заработать. В нашей стране принято думать, как бы, блин, сэкономить. Блин, повторяю специально, чтобы сделать на этом акцент. Потому что, ну, неправильно это. Потому и говорю, блин, в нужные моменты. Делаю осознанно, не воспринимайте, как слово паразит. Специально использую. 62 тысячи. Расходы 36. Прибыль. Видите, да, мы постепенно увеличиваем расходы. Постепенно увеличиваем прибыль. Все, за руки пройдет, через руки пройдет за год 312 тысяч рублей. Вычитаем остаток. Учитывая, что в этом году у нас нет никаких покупок крупных, да, то остаток на банковском счете 315 тысяч. Друзья, вопрос, когда нужно подключать страховку? В идеале. Ну, какие будут гипотезы? Чем раньше, тем лучше, правильно? Ну, потому что все может произойти в любой момент. Вопрос такой. У вас, к примеру, не хватает и на резерв, и на страховку. Что в первую очередь? Резерв добивать или вначале страховка, а потом резерв? Можно вытащить деньги. Смотрите, сможете ли вы подзанять полтинник? Ну, если потребуются деньги. А 500? Нет. Вначале вы формируете резерв хотя бы на 1 месяц, потому что вероятность выше всего у того, что вам понадобится вот в пределах небольшой суммы. Ну, редко нам нужно полмиллиона или 300 тысяч, несколько зарплат. Большая часть кассовых маленьких разрывов внутри месяца возникает в пределах одной зарплаты. Поэтому вначале сформировали резерв на 1 месяц, потом подключили страховку, годовой взнос. Нет денег на годовой, полугодовой, нет денег на полугодовой, квартальный. Но просто в финплане просчитали, что будут деньги на последующие выплаты. И как можно раньше позволили себе страховку. Вот видите, если бы мы позволили страховку в 2015, у нас в 2016 был бы кассовый разрыв. У нас там 921 рубль. Да, плохо, что мы целых полтора года гуляем без страховки. Не дай бог, как с этой женщиной, про которую я рассказывал. Но просто это один из вариантов финансового плана. Это уже как бы ошибочка. Не фатальная, но ошибка. Но мне важен принцип был в этом составить, показать принцип составления. Ну, а дальше вы решите. Ну, сильно она вцепилась в эту Европу просто так зубами намертво, чтобы было не оторвать от нее. Поэтому я бы лучше страховку купил бы раньше. Но она вот вцепилась в свою Европу. Растягиваем до года выхода на пенсию. Привязываем к году выхода на пенсию. Вот, 36 тысяч в год у нас взнос. Осталось 179 тысяч. Кредит полностью погасили, видите, да? Итоги года. Итоги года. Оплатили 12. В резерве 179. Есть страховка уже. Сумма защиты там в районе миллиона рублей. С платежом 36 в год съездили в отпуск. И, по-моему, мы полностью избавились от долгов. Счастье. Ну, видите, да? Постепенно ситуация налаживается. Как бы вот так постепенно, постепенно, постепенно. Считаем 2018 год. Растянули, чтобы просчитать, сколько там за год пройдет денег. А, цель по доходам не поставил, да? Цель по доходам также на десятку в год 72. Здесь 39. 33 тысячи прибыль. За год это 575 тысяч. Растянули формулу. 59 тысяч 95 рублей нам не хватает. Кассовый разрыв. 2019, по-моему, год, да, у нас там? Или какой? 18-й. Вообще не покупать больше никогда в жизни машину не подходит. Позже не хотелось бы. Дешевле тоже не хотелось бы. Кредит. Ну, там, учитывая, что небольшая сумма, возможно, займ на 2 месяца. Нарастить финансовые возможности нет. В общем, мы решили воспользоваться займом. Взяли 60 тысяч рублей. В примечаниях здесь, чтобы не забыть, откуда взялись дополнительные деньги. Займ 60 тысяч. И в ближайшие следующие 2 месяца, в следующий год записали 60 тысяч рублей. Вот через займ мы отрулили данную проблему. Так, сейчас, друзья, одну секунду. Подводим итоги 2018 года. На счете мало, но в страховых накоплениях 73 800. Видите? Что это значит? 36 в прошлом году мы закинули. 36 в новом году мы закинули 72 тысячи. Но 5% еще капнуло на первые 36 тысяч. Поэтому 1800 рублей – это проценты на первые 36 тысяч, которые целый год там пролежали. Понятно, да? То есть старые взносы, новые взносы и проценты на старые накопления. Формула здесь такая и стоит. И купили машину. Тоже для нас значимая цель. Съездили в отпуск, формируем резерв. Вернее, проели резерв, формируем страховые накопления и купили машину. Ну, видите, да? Жизнь постепенно налаживается. Дальше. Цель по доходам. Я, помните, говорил о том, что максимум в три раза можно увеличиться по доходам, чтобы это было для психики вашей, ну так, в пределах допустимой фантастики, да? Но в плане финансовой безопасности я говорю о том, что мы делаем все с большим запасом прочности. Лучше перестраховаться, понимаете? Тогда всегда будет у вас с деньгами хорошо. Вы самый плохой сценарий просчитали, и потом, даже если вы не влезаете, прикинули, как в него все-таки влезть, а потом в жизни у вас приятная неожиданность, нежели наоборот, разочарование, когда вы себе там нафантазировали, и потом не получилось. Понимаете, да? Поэтому в данном финансовом плане я позволяю не больше удвоения. То есть можно утроение. Я говорю, давайте прикинем, чтобы в этом справились при удвоении. Понимаете? И в нашем случае удвоение это 84 тысячи. То есть было 42. Я здесь на 12 тысяч прибавил, но 12 тысяч от 72 это 1 шестая, 15%. 42 тысячи тратим, пока не купим квартиру, не будем себе позволять больше тратить. И вот мы прикидываем, как будто бы до выхода на пенсию мы остались на этом уровне доходов. На этом уровне расходов. Ну потом, если что, увеличим расходы, если будет возможность. И вот у нас идеальная ситуация. Половина доходов хватает на потребление, половина на достижение цели. 50 на 50 это идеал. Когда вы видите, что все основные цели закрываются, когда вы основные машины, квартиры купили и дальше при их продаже добавляете, покупаете новое, и там уже нужно существенно меньше денег, можно тратить, начинать больше денег. Понимаете, да? Прием. Вначале важное, а потом уже потребление. Так, 42 тысячи. Растягиваем формулу. Когда вы растягиваете формулу, из предыдущих ячеек может перенестись всякие вот такие разовые операции, типа плюс 60. Видите, я растянул, и сюда тоже залезло плюс 60. Не забывайте выкидывать, иначе вы будете себе писать несуществующие доходы. И потом у вас в жизни будут горькие разочарования. Где мои 60 тысяч, непонятно откуда. Так, за год получается через руки пройдет 504 тысячи, растягиваем формулу минус 189 тысяч 895 рублей. Я уж молчу про резерв, хотя бы там на пару-тройку месяцев жизни, да? Какие варианты устранить кассовый разрыв? Видите, одни сплошные кассовые разрывы. Почему так? Доходы маленькие, были кредиты, накопление ноль, цели плотные достаточно график. И они не маленькие сами по себе цели. На 500 тысяч машина для этих доходов, понимаете? Поэтому так, к сожалению, муторно идем. Но ничего, разгонимся. Отказ невозможен, потому что без приданого замуж не возьмут, родители не смогут. Позже вариант. Дешевле вариант. Кредит нет. По кредиту на свадьбу. У меня знакомый в 2008 году женился. Бюджет на свадьбу был 800 тысяч. Это была Псковская область. Половина Пскова гудела два дня. С турбазами, с диджеями из Питера вообще. 300 тысяч были свои, 500 заемные. Успел развестись до того момента, пока погасил кредит. Свадьба в кредит, поэтому, ну так, сильно спорная история. Оптимизировать расходы не стоит. Мы и так там не позволяем себе лишнего тратить. И так увеличиваем доходы. Продавать не нужно, у нас нечего. Поэтому для нас варианта два. Дешевле позже. В общем, по крайней мере, в рамках данного финансового плана решили попозже. 518 тысяч. Так. Девятнадцатый год. Переносим на следующий год. Значит, вот сюда. Плюс 513.800. Так, теперь смотрите, у нас есть свободные деньги, да? То есть 42 тысячи умножаем на 6. 240 тысяч. Резерв нам нужен, да? Помните? А у нас здесь уже больше. На 80 тысяч. Учитывая, что впереди много целей, а денег не так много, в идеале было бы как можно раньше начать инвестировать. Но я уж молчу про инвестиции, хотя бы начать создавать пассивный капитал для получения будущего пассивного дохода. Что мы делаем? Прибыль годовую. Берем от нее хотя бы 5%. Так, почему у меня здесь? Сейчас, одну секунду. Все. Шрифт такой же. То есть смотрите, друзья. 5% от… Ну вот за год через руки проходит 30… Ой, я не туда поставил. 42 тысячи умножаем на 12, да? Это 480 с копейками. 5% отсюда 25 тысяч. Ну то есть хотя бы 5% уже начать. Чем отличается капитал от инвестиций? Если вы помните тот предыдущий финансовый план, капитал я вообще не трогал. Вплоть до выхода на пенсию. А из инвестиций я вытаскивал, помните? 3,5 миллиона вначале вытащил, потом 500 тысяч из умеренно рисковых вытащил. То есть инвестиции – это тот же капитал. Капитал – это те же инвестиции. Просто из инвестиций мы можем вытащить в любой момент на достижение целей, а капитал мы стремимся не трогать. Конечно, жизнь заставит, припрет, мы вытащим и оттуда деньги. Но мы сделаем это в последнюю очередь. Мы вначале распечатаем резерв и только в самую последнюю очередь залезем в капитал. Понимаете, да? Чем раньше вы начнете, тем в более фоновом, ненапряженном режиме вы закройте себе пассивный доход, цель. Просто вот в фоновом режиме немного откладываем. Поэтому начали уже откладывать на создание капитала. Остаток денег 298 705 рублей. Теоретически у нас есть там полтинник на инвестиции, но впереди крупные цели. Вложили в акции, рынок ушел вниз, нам без этих денег не хватает, пытаемся вытащить деньги. Акции просели в цене, нам тоже не хватает. Короче, не имеем права инвестировать. Понятно, да? Все, поэтому держим деньги на банковском счете. Если вы заметили, процента я там практически не считаю. Это еще дополнительный запас прочности в данном финансовом плане. Здесь их будет много, я вам покажу все эти запасы прочности. То есть, если жизнь припрет, здесь подкрутили, там подкрутили, сям подкрутили и перевыполнили план. Так, итоги 2019 года. 298 тысяч банки в накоплениях по страховке 113 начали создавать пассивный доход, отдохнули в год на 85 тысяч рублей. Есть такой норматив, друзья. В год на отпуск тратить не больше месячной зарплаты. В крайнем случае полторы месячных зарплаты. Почему? Если для вас значимо достижение других крупных материальных целей, типа, к примеру, там квартира, машина и прочее, то значит не имеете права лишнее тратить на отпуск. Иначе пострадают те другие крупные цели. Если, к примеру, есть люди, нафиг машина, нафиг своя квартира, снимать буду, там не привязан к месту, там жизнь ради путешествия. Не проблема, трать больше, но знаешь, что квартиру, машину ты там себе не купишь в ближайшее время. Индивидуальный пошив, любой, под любой фасон, да, и под любую фигуру. Но просто и путешествие на полмиллиона, и квартир на там 3 миллиона, I'm sorry, не получится уже при таких доходах. Ну так вот, считаем 20-й год. Через руки пройдет 800-2000, да? А, да, друзья, заложим сразу ежемесячное, ежегодное отчисление на капитал. Вот если мы ежегодно будем откладывать по 25200, по 5 процентов, да, то в фоновом режиме с учетом процентов накопится 1 миллион 885 тысяч. То есть из 7 миллиона 600, ой, 3 миллиона будет накоплено через страховку и через капитал. То есть считайте практически половину пассивного дохода. Кайфово? Кайфово. Поэтому начинайте как можно раньше. Еще раз. Чем накопление отличается от взносов? Взносы – это просто ежегодные перечисления, а накопление – это с процентами. Проценты на прошлый период плюс новые пополнения. Вот, было 0, проценты, 15 процентов на 0 – это тоже 0, и пополнение на 25200 рублей. Итого в накоплениях 25200. Следующий год. 25200 плюс 25200 – это 50400 рублей, но 15 процентов на 25000 – это еще там 3000 с копейками. Это ясно? 800-2000 пройдет через руки. Растянули формулу. Важно, чтобы вам мозг не взрывали инвестиции, про акции, про недвижимость я уже рассказал. Все, если зрители перемотали почему-то сюда сразу, когда я демонстрировал примерный финансовый план предыдущий, не подробный разбор, а примерный, перемотайте туда и послушайте объяснение, что же такое там за инвестиции в недвижимость и на примере инвестиции в недвижимость и инвестиции в акции. Я уже объяснял. Кассовый разрыв – 137 тысяч рублей. 2020 год. У нас же в 2020-м, да, кассовый разрыв? Ага. 2020 год. А, что у нас здесь было? Сейчас, друзья, одну секундочку. У меня небольшой сбой в программе. Мы сдвинули на год. Мы сдвинули на год ребенка. Ну, то есть, если мы женились на год позже, то и ребенка на год позже. Я забыл про это. Все, значит, остаток 142 тысячи рублей. Все верно. Но не должен был быть кассовый разрыв, я удивляюсь. Все, сдвинули просто свадьбу на год и ребенка на год, да. Остаток 142 тысячи. Итоги 2020 года в банке 142 накопилось по страховой компании 155 тысяч в капитале 54, в отпуск съездили и сыграли свадьбу. Ну, для девушек я знаю, что это очень важно. Поэтому еще одна цель закрыта. 2021 год. Прикидываем, что через руки прошло 646 тысяч. Растянули формулу, вычли на страховую, на создание капитала, на рождение ребенка, на отпуск. Осталось еще 220 тысяч рублей. Тут история следующая. Теоретически уже есть муж, который уже должен был быть, помогать своими деньгами и так далее. Либо она уже, она фрилансер, могла уже как-то организовать в формате бизнеса уже, ну там пару помощников взять и скидывать на них заказы. И теоретически у нее доходы могли не падать все это время, даже если она уходит в декрет. Но в начале, и мы потом вернемся к этому сценарию, но в начале мы попытались проскочить с учетом того, что мы падаем по доходам. Ну, к примеру, допустим, мы упали бы по доходам тысяч так на 20. Или подождите, нет, мы как сделали? В данном финансовом плане, то есть если у вас декрет, то как вы считаете? Вы считаете разовую выплату декретных, да? Там 150 тысяч, к примеру. Единовременная выплата. Вносите это сюда, вот в первичное накопление. Дальше считаете, там 40% от белой зарплаты или как-то там в зависимости от того, какая зарплата. И там тоже что-то 14, не больше 14 тысяч в месяц. В общем, там оставляете доходы мужа, разовая декретная выплата, там ежемесячные платежи 40% от белой зарплаты. Ну, в общем, пишите реальные числа. Я здесь просто тупо, чтобы сэкономить время и не заморачиваться, примерно мы решили прикинуть, что какая-то подработка, допустим, у нее там будет, плюс она не весь год в декрете. Ну, вернее, не самого начала года в декрете. Короче, мы прикинули, как мы еще 220 тысяч, как будто бы просто проедаем из резерва. То есть я не стал уменьшать доходы, мы проели свои накопления. То есть еще раз, это просто перестановка слагаемых тупо, чтобы не заморачиваться с декретными выплатами, тем более на фрилансер, там никаких декретных выплат, значит, уменьшатся доходы, вопрос, на какую сумму они уменьшатся и так далее. Естественно, тут недооткладывание уже денег. Какое-то количество заказов все равно и придется делать при таких раскладах. В общем, мы прикинули примерно 280 тысяч на рождение ребенка и еще 220 тысяч на проедание во время декрета. Она, допустим, живет на эти деньги, не зарабатывая в этот момент никаких денег. Но, повторюсь, если бы я составлял финансовый план, не торопился, ну, просто финансовый план, обычно мы заканчиваем там, начинаю я вечером, там, часов в 10, ну, чтобы люди пришли с работы, обратная связь по предыдущему занятию. В 9 мы начинаем составление финплана, заканчиваем в час ночи. Ну, поэтому, а там кто-то с Владивостока смотрит, у них уже утро, поэтому, в общем, я торопился. Ну, а так, друзья, уменьшайте, к примеру, здесь 60, здесь ставите разовую выплату, там, не знаю, 150 тысяч, вот, ну и так далее. А потом восстанавливаете доходы, то есть прописываете то, что реально будет. Но я просто взял для упрощения. Все, у нас остаток 505 тысяч, и мы там какое-то время сидим в декрете. Итоги 21 года. Сейчас. Итоги 21 года. Увеличивается размер страховки, имеется в виду в накоплениях, да, размер накоплений в инвестициях. Съездили в отпуск, и чудесный мелкий родился. Если вы заметите, друзья, то мы делаем одну и ту же вещь. Заработали, отложили на покушать, потратили. Разницу на банковский счет. Отложили на цели, страховка, резерв. Остальное либо сразу на цели, либо через инвестиции на цели. Но в нашем случае пока сразу на цели мы практически не инвестируем, да. Только лишь немного создаем капитал. По сути, это на будущую цель получения пассивного дохода. Вот такой маневр. То есть в нашем случае часть через инвестиции к цели, а часть напрямую к цели. Достигаем цели, празднуем, увеличиваем доход. Вот заработал, потратил, отложил, защита, инвестиции, достижение целей, увеличение дохода. И один и тот же круг, один и тот же круг, один и тот же круг. Ничего нового. Единственная вещь – устранение кассовых разрывов. Поэтому в финансовом плане нет ничего сложного. Знаете, что самое сложное? Когда видишь, что не получается, а ты уже прикипел морально, блин, хочу рейндж-ровер за 5,5 миллионов при зарплате в 40 тысяч рублей. Сказать, не получится рейндж-ровер, вообще никак, даже в кредит. Заземлиться, понимаете, да? Поэтому здесь иногда нужен сторонний человек, который просто… Ты сам знаешь, что нереально. Но еще врешь себе, что типа, блин, а может как-нибудь все-таки субсидию на рейндж-ровер. Государственная молодая семья, рейндж-ровер в каждую семью. А другой тебе скажет, да нет, нереально, чувак, все, отказывайся. Поэтому одни и те же действия. Если обратите внимание, друзья, смотрите. Съездили в Европу, мы уже полностью избавились от кредитов, купили себе машину, сыграли свадьбу. Сейчас уже ребенка, хотел сказать, купили, родили. Ну, то есть даже с такими сравнительно адекватными, простыми доходами, не фантастическими, да, закрываются цели. А, накопления формируются. Вот уже, да? Идем дальше. 2022 год. 500, пока все понятно? Я пытаюсь разжевывать, так, проводить, подводить промежуточные итоги. Мне кажется, тут полтора-полтора действия, в которых сложно запутаться. Единственное, почему, друзья, те, кто смотрит запись, вы можете запутаться, это то, что морально немножко страшно, IQ понижается. Ну, вы привыкли по жизни страдать, а тут нифига себе, поперло. Вы даже не ожидали. Вот, но это бывает реально. Просто второй раз пересмотрите, и там уже, когда смотришь второй раз, информация уже в подсознании, и тебя не пугает вот эта вся история. 504 тысячи прошло через руки. Мы вернулись на прежний уровень доходов. Остаток в банке 358 тысяч. Но вы не забывайте о смене машины. Вот мы купили машину раз, два, три, четыре, пять. На шестой год нам менять машину. Ну, то есть раз в пять лет, чтобы она не начала сыпаться, чтобы кардинально других денег не начала требовать на свое содержание, понимаете, да? Ну, то есть вот привык человек к новым машинам, все, он катается на новых, там, раз в пять лет менять. Так, привык к трехлеткам, привык к пятилеткам, привык к семилеткам. Если машина переходит в другую категорию по степени изношенности, к которой человек не привык, ему некомфортное для него количество денег и время надо вкладывать в эту машину. И здесь от комфорта. Кому-то комфортны 15-летние, понимаете? И он там их юзает до 20-летних, дальше скидывает, берет себе новую 15-летнюю. Так, значит, 358 тысяч, 22-й год, 358 тысяч. Помните, да? Излишек не инвестируем. Почему? Там впереди смена автомобиля. Пока мы не можем себе позволить создавать инвестиции, кроме как капитал. Поэтому накопление в страховании, накопление в инвестировании, съездили в личном капитале, съездили в отпуск, резерв. Итоги 22-го года. Резерв, страховка, капитал. То есть уже, смотрите, суммарно здесь тысяч, так, сколько, 700, к 75, почти 750. Ну там 700 с копейками, да, подходит. И в отпуск едем. Следующий год. Растянули формулу. Вот, но мы же можем продать старую машину, правильно? Так, как будто чего-то не хватает. 23-й год. Да, друзья, я понял. Там машина следующая, она хотела за 642 тысячи. Или 612, за 612. Я прошу прощения. Я уже поставил ту, в которую нам пришлось, до которой опуститься по цене. Она хотела уже подороже немножечко себе там. Ну, не Kia Sportage, а что-нибудь там. Kia Rio, вернее, не Kia Rio, а там что-нибудь еще. Вот, за 612 тысяч. Постепенно выходим на более комфортный уровень машины. Старую машину мы продаем за полстоимости, да. Покупали за 513, за 256 продали. И здесь, чтобы не забыть, откуда эти цифры. Продажа авто. 256 тысяч рублей. Падение на 50% пятилетней машины – это с хорошим запасом прочности. То есть Alfa Romeo, например, дешевеет сильнее, потому что она не часто нужна людям. А какая-нибудь Skoda, она дешевеет слабее. А если вы их еще хорошо пользовали, то и меньше еще дешевеет. Но я с запасом. Я везде оставляю здесь запасы прочности. Так, остаток у нас получается 360 тысяч рублей. Подводим итоги 2023 года. Резерв, страховка, накопление, отпуск, новая машина. Ну, картинку старую поставил, чтобы не заморачиваться просто. Но вы идею поняли, да. Давайте посчитаем, сколько у нас суммарно остатков. 360 здесь, здесь и здесь. 823 тысячи. К миллиону подходим, да. А если учесть стоимость машины, то по размеру личного капитала мы уже перевалили за миллион. Личная капитализация. Но дальше нас ждет прикольное приключение. Растянули формулу, убрали продажу машины, которая автоматически перетянулась, потому что мы ее не будем продавать. Растянули формулу. И вот у нас минус. Минус 2 миллиона 621 тысячи. 2024 год. Вообще квартиру не покупать не пойдет. Квартира нужна. Там, конечно, уже люди, которые смотрели финансовый план, начали кричать. Где муж, где его доходы? Это все супер. Это резервы на перевыполнение финансового плана. Даже если это получится, понимаете, то там с мужем, с возможностью, ну очень много запасов прочности. Мы все делаем, чтобы перевыполнить. Так, отказ. Вариант позже. Теоретически допустим. Вариант дешевле. Теоретически допустим. В кредит. Так, в кредит, в кредит, в кредит. Слишком большой платеж. Друзья, смотрите. Платеж по кредиту должен быть не более, чем 20% от вашего месячного дохода. Ей там не хватит почти 3 миллиона. Если мы не берем 30-летний кредит, который, ну совсем караул, да, катастрофа, после выхода на пенсию в ее случае, а хотя бы 12-15-летний кредит, то там ежемесячная выплата составит 36 тысяч рублей. 36 от 84, это 40%. Можно, но опасно. Поэтому решили кредитом не пользоваться. Вы должны соизмерять, проглотить. Ну, целиком проглотить кокос опасно. Может не выйти, понимаете, да? Надо соизмерять косточку. Размер косточки. Простите за пошлую шутку, но очень ярко демонстрирует принцип, да, который здесь. Поэтому кредит мы не используем. Нарастить финансовые возможности нет. Доход мы и так увеличили. Уменьшать расходы нет. Продавать ненужное нет. Поэтому у нас отказ позже. Что мы решили? Мы решили здесь машину попроще. Ну, вернее, не я, а это Жанна решила. Жанна, владелица финансового плана. И здесь она прикинула, что вот 2 900 реально. Вот меньше 2 900 уже не очень хорошо. А 2 900 реально, и мы переносим на следующий год. Ну, и вот мы суммарно так устранили кассовый разрыв. Видите, да? Теоретически есть свободные деньги на инвестиции. Но в следующем году уже покупать квартиру не имеем права вкладывать. Потому что может быть убыток. И квартира не будет куплена. Итоги 2024 года. Накопление. Страховка. Капитал. Съездили в отпуск. Следующий год. Кассовый разрыв. Ну, здесь уже заведомо мы знаем, что мы берем ипотеку. Берем ипотеку 2 миллиона, чтобы остался резерв. Казалось бы, можно было взять миллион там 750, а здесь ноль, да? Но, друзья, смотрите. Когда у вас впереди длительный кредит, то вы, помимо резерва денег на жизнь, должны иметь резерв денег на несколько выплат по кредиту. Автокредит или ипотека. Потому что это обязательные расходы, от которых не денетесь. Учитывая, что у нас ипотека, я взял с запасом, чтобы лежал резерв денег. Без него караул смерть. 273 900 рублей. И мы заложили платеж по кредиту 20 тысяч. Примерно посчитали. Там 15-летняя ипотека. Ой, на 12. Там будем досрочно гасить, поэтому я сейчас растяну. Да, ну вот на 15 лет взяли, ну не, мало, взяли 2 миллиона, вернуть нужно будет 4. Ну вот даже, наверное, вот так. Вот видите, как печально. Вот год выхода на пенсию. Ну ладно, мы там будем досрочно гасить. Но зато вот здесь пишем кредит. Ипотека. 2 МЛН. И я вас поздравляю. Личная капитализация поправилась на целых 2 миллиона рублей в минус. Ну потому что выплатить надо будет 4. Стоимость квартиры поправилась на 1 900, грубо говоря. На 1 100. В минус 1 100 ушли, да? Но тем не менее жить надо, жить хочется. Вот итоги 25-го года. Накопление, страховка, капитал. Съездили в отпуск, купили квартиру, но появилась ипотека на 2 миллиона. Да, конечно, мне сразу там сказали. Своё жильё – это меньше расходов. Не учитываем. Считаем, что вот эти деньги мы начинаем тратить на жизнь. Ну понимаете, да? В общем, очень много запасов прочности я оставляю в финансовом плане. Следующий, 26-й год. Убираем 2 миллиона, которые случайно туда перебежали. Растянули формулу. Машина папе. Смотрите, вы видите, что ну вот с машиной папе вообще никак. Есть такой принцип, друзья. Вначале помогите себе. Знаете, даже в самолётах. Вначале маску себе, а потом ребёнку. Поэтому здесь та же самая история. Папе это помочь с машиной хорошо, но для папы это не криминал. Это, знаете, для дочки такой бзик. Хочу папе машину. Поэтому я говорю, я не против покупки машины в папе, но в плане финансового комфорта. Давайте мы убедимся, что мы свои, по крайней мере, цели закроем, чтобы папа выдохнул. Что дочка с прикрытой попой и, в общем, с жильём и с машиной, и с резервами, и со страховками. Папе будет сильно проще жить. А если получится, тогда квартира. Ой, тогда машина. Она сказала хорошо. И я, друзья, так вам и рекомендую. Пока вы не убедились, что вы себе помогли, не надо там родителям. Поверьте, их переживания за то, что там вы живёте абы как, ну, они того не стоят. Это не нужно. Убираем заведомо. Ну и вот эта история тоже у нас не получится со сменой квартиры, потому что там бы нам ипотеку вначале закрыть. Поэтому это я тоже убираю, к сожалению. Ну, посмотрим, что из этого можно сделать. Ну, так что, итоги 2026 года. Так, машина раз, два, три, четыре, пять, пятьсот тринадцать, восемьсот. Так, итоги 2026 года. Мы решили досрочно погасить ипотеку. То есть, видите, нам резерв 42 тысячи по расходам плюс двадцатка по ипотеке – это 62 тысячи. Умножаем на пять месяцев. Это 300 тысяч. То есть, надо, чтобы хотя бы 1300 было, ну, хотя бы там 270 и так далее. 120 тысяч мы кидаем на досрочное погашение, чтобы быстрее избавиться от долгов. Понимаете, да? Вот у нас там есть стандартный плановый платеж. И мы туда дополнительно еще закинули 120 тысяч. И вот остаток 271 тысяча рублей. Дальше. Следующий год. Растянули. Та же самая история. Хотим 120 тысяч в досрочное погашение. Следующий год. Смена машины. Старую машину продаем за 256 тысяч, но видим, что резерв очень маленький. В ситуации с ипотекой нельзя нам этого себе позволять. Поэтому чего мы делаем? Убираем досрочное погашение. Да, храним деньги на банковском счете, недополучаем доходность, но, извините, здесь уже вопрос безопасности. 249 тысяч. Следующий год. Убираем лишние продажи машины. 29-й год. 367 тысяч. Досрочно гасим. Здесь можем, да? 120 тысяч. Следующий год. Да, друзья, пока что у нас 27-й год. Накапливаем, пополняем ипотеку, да? Накапливаем, поменяли машину, да? Накапливаем, досрочно гасим ипотеку. То есть примерно итоги одни и те же, поэтому я их так пробегаю быстренько, чтобы ускориться. 30-й год. Та же история. 365 тысяч. Досрочно гасим. Итоги года точно такие же. 30-й год. Досрочно гасим, резервы растут. Видите, в накоплениях у нас уже больше полутора миллионов. 35, так, 513. Раз, два, три, четыре, пять. На шестой год еще раз машина. Вы помните, да, что мы не имеем права инвестировать, досрочно гасить перед покупкой машины. Нам не хватит тогда, чтобы был нужный размер резерва. Досрочно погасили. 31-й год. Та же история. Радует то, что вот здесь суммы увеличиваются, да. В принципе, радует, что здесь вот уменьшается. Но пока конца и края погашения ипотеки не видно. Следующий год. Мы досрочно не гасим, потому что, помните, у нас смена машины. Следующий год. Итоги года. У нас только лишь увеличение накоплений. Тут в капитале уже через миллион мы перепрыгнули. Здесь продаем машину. Плюс 256. Здесь 220 лежит. Все, поменяли машину. Итоги 33-го года купили машину. Растянули формулу. Убрали лишнюю продажу машину, которую мы в этом году не делаем. Растянули формулу. Плюс 120 тысяч. Здесь тоже делаем досрочное погашение. И подводим итоги, друзья. Смотрите. Сколько мы успеем за это время, за 11 лет заплатить по кредиту? 3 миллиона 360 тысяч. Это меньше, чем в два раза. Это всего лишь в полтора раза. Денег недостаточно. Кредит еще останется. Видите, да? Плюс мы забыли про смену машины, про смену квартиры. Мы забыли про дом. И капитал на получение пассивного дохода и не пахнет. И обучением ребенка не пахнет. I'm sorry. Почему? Доходы не фантастические. А ипотека, видите, как на нас бременем легла. Ну, то есть, Европа за 200 тысяч. А мы не начинали создавать капитал. Ну, короче, куча нагрузки. Когда мы стали в тупик, я говорю, ну что, видите, что не достичь? Она говорит, да. Сдаетесь? Да. Я говорю, теперь, ну, я подкручиваю. Я ей предложил подкрутить финансовый план по своему усмотрению в пределах адекватных, разумных вещей. Ну, просто через мои руки там миллион прошло финансовых планов. Больше тысячи различных, всевозможных. И, ну, я видел, какие, где, чего можно подкрутить. Понимаете, да? Что я сделал? Смотрите. Докрутка финплана. Первое. Чуть-чуть я позволил себе увеличить доходы. Самую малость. Ну, как бы это немного не очень, там, это увеличение, это больше, чем удвоение, но тем не менее. Здесь я также пошел шагом по 10 тысяч, то есть 72 тысячи. Там, где было 84, я поставил 82, а там, где 84, я поставил 92. Расходы подтянул до 45 тысяч и вот растянул это до года выхода на пенсию, да? То есть я и расходы подтянул, и доходы подтянул немножечко. На 8 тысяч превысил, но это не криминал, всего лишь на 10 процентов, да, я превысил от уровня дохода. От 84, 8 тысяч это меньше, чем 10 процентов. Ну, не криминал, да? Дальше. 2017 год. Доходы 62 тысячи, а отпуск 85 тысяч. Дотянул, поставил до уровня доходов. Здесь то же самое, 72 тысячи. Здесь 82 тысячи. И здесь уже оставил 85. Видите, да, сколько я еще выиграл? Там 20 тысяч, тут 10 тысяч, 3 тысячи оставил. Дальше. Европу я перенес только лишь на один год вперед и уменьшил до 150 тысяч. Ну, там чуть меньше стран она посетит. Но тоже на 150 можно вполне себе. Если на Ибицу не заезжать и не ходить по ночным клубам. Ну, это очень дорого. Ну, там, патча 60 евро, Армин Ван Бюрен 80 евро. Ну, в общем, нормально. Был я там, не знаем, гуляли. Опасное дело. Так, 150 тысяч, да? Что еще? Годовой взнос по страховке я уменьшил до 30 тысяч. То есть в год высвободил по 6 тысяч, да? Оп. Создание капитала я дотягиваю до… Начинаю аж в 17-м году. Как можно раньше, да? Чтобы выиграть время. Вот здесь было 220 тысяч. Я договорился, что… Жан, как хочешь, бизнесом ли, пассивным, там, бизнес, который уже капает денежка, мужем ли компенсируй. Без разницы мне. Ну, в общем, ну, вот цель по доходам 92 и не имеешь права. Ну, как бы, если знаешь альтернативы, покажи мне. Ну, либо организуй. Ну, у нее будет в запасе 6-7 лет плюс муж. Я думаю, что они прикинут, как это все это организовать, да? Свадьбу она говорит, окей, можно сделать 400. Ну, вот этот вот, как он называется? Приданное. Убрали вот этот дурацкий займ мы на 60 тысяч. Там процентов, конечно, он не ел, но тем не менее, не нужен он совершенно. Теперь смотрите, 2019 год. Видите, нам нужно расходы 42 тысяч. Резерв нам нужен 200, а у нас здесь 347. Да? Я начал инвестировать в акции 150 тысяч. Все, пошли здесь проценты. Здесь необходимый размер резерва. 20-й год. Ничего, потому что, видите, резерв в притычок. 21-й год. 150 тысяч. И здесь, опять же, резерв в пределах допустимого. 22-й год. 400 тысяч. Видите, да? Резерв в пределах допустимого. Все с ним нормально. 23-й год. 180 тысяч в инвестиции. И видите, даже несмотря на смену машины, нам хватает на то, чтобы иметь необходимый размер резерва. Да? Так, 24-й год. 430 тысяч. Это мы сдвигаем на 27-й год. Так. Ой, сейчас, одну секунду. Мы убираем здесь 2 миллиона. Убираем нафиг вот эту историю, потому что она нас просто сжирает. И получается, в 27-м году мы покупаем это все дело без кредитов. Вытаскиваем из инвестиций 600 миллион 650 тысяч. Видите, у нас был плюс. Мы когда пополняли со знаком плюс, мы вытаскиваем со знаком минус. У нас было накопление там практически 2,5 бы на следующий год. Мы вытащили миллион 650 и без всяких кредитов, с наличием необходимого резерва, мы позволяем себе квартиру. 28-й год. Уже в умеренно рисковые инструменты мы загружаем 180 тысяч. Ой, здесь миллион 800 получилось. 29-й год. 421 тысячу. 30-й год. 421 тысячу. Так. 32-й год. Мы меняем квартиру. 4 миллиона 467 тысяч. Старую мы продаем за 2 900, даже без всяких наценок, просто за свои деньги. И вытаскиваем отсюда 800 тысяч. Мы из агрессивных накоплений вытаскиваем 800 тысяч. И видите, у нас необходимый размер резерва, да? Дальше просто тупо накапливаем деньги на счете, потому что пенсия, нельзя рисковать. Выходим на пенсию. Вот наше накопление. Снимаем под ноль со страховки. Все, видите, здесь ноль, а здесь размер минуса уменьшился. Снимаем под ноль с умеренно рисковых. Снимаем под ноль с агрессивных. И снимаем под ноль с капитала. И у нас остается еще полтора лишних миллиона рублей. Я думаю, что квартиру там можно на годик раньше. Я просто не стал уже заморачиваться. Там можно на год раньше ее купить. Ну, мы ее на два сдвинули, можно сдвинуть только на один год. Но купить. Резюме. Вот у нас итоги первой версии финплана, да? И вот у нас доработанный финансовый план. Здесь нет шубы, к сожалению. Здесь нет машины папе, к сожалению. Но это, скажем так, совсем навязанное, да? Здесь нет дома, к сожалению. Квартира сдвинута на два года. Но с другой стороны, друзья, здесь закрыто путешествие по Европе, регулярная смена автомобиля, ребенок, квартира одна, потом покруче, свадьба, регулярный отпуск, пассивный доход в комфортном режиме и нормальное обучение ребенка с доходом от, важно, количество целей, которые мы закрыли, на 21 миллион рублей. Все это время финансовая защита, резерв и страховка, комфортный автомобиль, обучение ребенка, регулярный отдых. И это все с доходом, который даже меньше 100 тысяч рублей в месяц и с огромным количеством запасов прочности. Проценты по депозиту мы не считали. Рост по доходам за 5 лет, очень плавный, да? Продажа машины с хорошим запасом, недополучение доходности по инвестициям, хотя там можно больше, достижение целей в кризис. В общем, там есть около 7 резервов. Доходы мужа, ну и так далее. Что я хотел вам донести, почему я специально оставил вот таким образом, друзья. Видели? Тут 6 тысяч, там на год подвинул, тут на 10 тысяч, тут на 20 тысяч. И ситуация, когда мы в принципе, смотрите, что мы поменяли. За счет этих подкруток мы выиграли 7 миллионов и умудрились поменять квартиру на более дорогую. У нас там было за 2 900, и мы на этом остановились. Здесь мы за 4,5 миллиона квартиру, обучение ребенка и создание пассивного дохода. Везде по чуть-чуть я подкрутил. Вот вам фигня 1000 рублей. Вот вам 10 тысяч рублей вернуть долг и так далее. Люди легкомысленно относятся к вот этим вот вещам, к этим мелким суммам денег. А вот я вам показал, как из этих мелких сумм за счет системы набегают просто разница в нашем случае 8,5 миллионов рублей. Представляете? Кому понравился? Важно. Люди, которые уже там зарабатывают от 60-70 и выше и больше времени в запасе, и какие-то хотя бы там накопления есть, ну тут можно перевыполнить. Если люди меньше зарабатывают, меньше времени, меньше накоплений, I'm sorry, вы можете писать мне в личку в сообщениях в социальных сетях Роман, где это был раньше. Мне так часто взрослые люди говорят. Я говорю, я 8 лет этой темой занимаюсь, где вы раньше были. Вот. Давайте мы сейчас с вами сделаем 10-минутный перерыв. Дальше я вам покажу, отвечу на вопросы по инфляции. Ну, в общем, покажу вам, что делать, когда финансовый план из минусов. И вот мы с вами закончим третий раздел. Слушайте, давайте 10 минут, чтобы мы полностью третий раздел закончили. Хорошо, 10 минут еще дожмем. Смотрите, что делать с инфляцией? Инфляция – штука очень конкретная. Это не абстрактный 7%. В чем она конкретно выражается? В стоимости жизни, в расходах, в увеличении расходов. Мы закладывали увеличение расходов. В идеале зарплаты индексируются, в идеале подтягиваются цены на размер инфляции. Это нормальная история. Я кофе пью в Макдональдсе. Они регулярно повышают цены на 2, на 3 рубля. Но, в общем, вы можете инфляцию отценивать, отслеживать по стоимости кофе в Макдональдсе. Они бдят ее очень четко. Я думаю, что даже с запасом прочности. Поэтому вот так нужно делать. Если этого не произошло, по какой-то причине не получилось, то вы начинаете тратить больше денег. Помните, там у нас траты были на этот как его? На жизнь мы по 3 тысячи прибавляли, да? Да. Вы эти деньги просто тратите на компенсацию инфляции. Количество продуктов не поменялось, просто вы стали тратить больше денег. Если произошла индексация, то вы эти дополнительные деньги стали тратить на большее количество продуктов, одежды и развлекух. Понятно, да? По поводу стоимости цели. Прогнозировать инфляцию практически нереально. Ну вот назовите мне вероятность, насколько изменится стоимость жилья в 2028 году. Нереально. Проще все считать в сегодняшних деньгах, но просто помимо инфляции есть и дефляция. Когда вы в разгар кризиса достигаете цели, мы так дом купили, который стоил 6 миллионов 800, мы купили за 6 миллионов. Сосед мой за 5,5 купил, потому что строительная компания знала, что мы как бы торопимся и нервничаем. А сосед знал, что строительная компания торопится и нервничает и отжал еще 500 тысяч. Ну понимаете, да? Мои друзья в разгар кризиса инфинити купили такой здоровый гроб. Ну не друзья, а знакомые. Стоимостью там где-то полтора миллиона за миллион за 850 тысяч. Ну вот этот QX какой-то там, но не самый необтекаемый последний модель, а вот квадратники в предыдущем кузове. В общем, всегда это тоже допустимо. А когда вы в инвестициях, то размер инфляции отражается в стоимости инвестирования. Ну то есть в цене на акции, в цене на недвижимость, ну и так далее. Поэтому в инфляциях как мы работаем? За счет увеличения здесь расходов. Если не получится индексация, мы компенсируем инфляцию. И за счет инвестиций, которые мы заложили там над инфляцией. Помните? Инфляцию в целях компенсирует возможная дефляция в целях. Ну опять же, станет Европа не 85, а 100. Ну блин, ну хотя бы 85 есть. Докинули 15 тысяч, это лучше, чем вообще ничего. Понимаете, да? Все считаем в сегодняшних деньгах. Так, живете вы в Украине, случился у вас этот кобздец, стерли, составили новый финансовый план, исходя из новых реалий. Я утверждаю, что это не спасет от всех жизненных коллизий, но я считаю, что с этим лучше, чем вообще без него. Он повышает вероятность. Ну вы же видите, смотрите. Результат этого финансового плана, это кадр из фильма «Побег из Шаушенко», да, когда герой из тюрьмы сбежал. Вы когда на машине куда-нибудь едете, вы паритесь, блин, а если я не доеду, а если там гаишники остановят, а если колесо проколю и так далее. Если нормальная машина, вы спокойно едете, правильно? Наслаждаетесь маршрутом. Вы знаете, что вы доедете, хватит бензина, у вас есть деньги в запасе, есть аварийная служба. То есть для вас это нормальное передвижение с пункта А в пункт Б. Я утверждаю, что в финансах тоже самая история. Вы отладили, вы просчитали, что вы… Еще один запас прочности, который я не упомянул. Снижение расходов на съем жилья. Там 7, еще раз. Проценты по депозиту, плавный рост доходов, хотя можно было активнее, продажа машины с запасом, дальше доходы мужа, более агрессивные инвестиции, достижение целей в кризис. И восьмой пункт, а, седьмой как раз пункт, это снижение расходов, когда человек переехал в собственную квартиру. Я все это не учитывал, а там это тоже можно учесть. Я уж молчу, что никто не ограничивает нас останавливаться по доходам. В росте. Я уж не говорю, что можно зарабатывать больше, ну и так далее. И я буду учить этому, как удваиваться за год. У меня сотрудники в компании зарабатывают больше, чем дают ценность достаточно и получают соответствующие деньги. Поэтому вот он результат. Спокойная возможность наслаждаться поездкой, а не париться, вы доедете или нет. То, что вы доедете, вы знаете, что надо быть балбесом, чтобы не доехать. И вы спокойно наслаждаетесь поездкой. Вот он результат наличия финансового плана. И теперь финансовый план из минусов. Вы знаете, что вы сейчас живете в минус 50. И вы примерно представляете, что не меньше, чем год вам понадобится, не меньше, чем 10 месяцев вам понадобится, чтобы хотя бы выйти в ноль. И вы просто считаете, накапливаете минус. За первый месяц минус 50, минус 100, минус 150 и так далее. Дальше вы прикидываете, что как бы плохо не развивались дела, но, блин, через год вы работу найдете. Ну, это целеполагание, естественно, гарантии никто не дает, но вы что-то для этого делаете. И вы понимаете, что весь следующий 2015 год вы будете жить в ноль. И в 2016 году вы начнете жить в плюс 50 тысяч рублей. Дальше вы смотрите, какой был максимальный минус за весь этот период. Минус 500, да? И что вы делаете? Вы идете и с кем-нибудь договариваетесь на эти 500. С двумя людьми по 250, с тремя людьми по 150, по 165. Договариваетесь не на две недели, не на год, не на три месяца, а на два года. На целых два года. И вот здесь с процентами возвращаете, с процентами под банковский депозит. Друзья, я согласен, что вы мне сейчас начнете втыкать. Где ж я найду человека, кто мне даст полмиллиона рублей? Я вам скажу, я не знаю. Но тогда жонглируйте долгами. Конкретная ситуация. В обычной, если вы не настроены на долгосрочные крупные займы, вы говорите, ну, сейчас чуть-чуть возьму, там у меня получится. И что вы начинаете? Этому обещал через неделю, этому обещал через две недели, по три тысячи. И в конечном итоге вы приходите к тому, что вы жонглируете долгами. Перезаняли, 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 количество знакомых уменьшается, люди перестают поднимать от вас телефон, а когда вы дозваниваетесь, денег нет. Ну, как бы я просто узнать, как дела. Ром, да ты задолбал. Я знаю, зачем ты звонишь. Я вам свою жизнь пересказываю. Это полная лажа. И только когда я занял крупную сумму на длительный срок, я смог наконец-то сконцентрироваться на увеличении доходов. Теоретически вы можете заложить сюда банковский депозит, ой, этот кредит, если вам дадут. Либо если кто-то из ваших близких возьмет на себя. Но повторюсь, друзья, что из двух вариантов жонглировать долгами, выжигать свою самооценку, психику, портить знакомство, репутацию, создавать себе лузера, который только и делает, что перезанимает деньги. Вместо вот этой всей лажи лучше сделать одну простую вещь. Найти того одного, двух, трех, к которым вы придете, покажете финансовый план, скажете, я не на разгильдяйство. Что мне помогало? Я приходил и говорил, дружище, я не на что бы влезть в яму. Я чтобы вылезти из нее. Вот у меня уже такой-то график погашения. Сейчас кассовый разрыв. Ну никак мне. Помоги. Мне люди понимали, что они мне хотят помочь, что я вверх, а не вниз, что с очень высокой долей вероятности я верну им эти деньги. Ну и просто верили в меня. И они мне заняли. И так у меня появилась возможность не жонглировать деньгами, а сконцентрироваться на повышении квалификации, на увеличении доходов в продажах. Поэтому альтернатива очень простая. Либо жонглировать долгами, либо найти тех одного, двух, трех, которые вам помогут. Мне дали вообще без процентов. Но я рекомендую договариваться под ставку депозита. Это для них нормально и для вас нормально. Альтернатива очень херовая, извините за выражение, жонглирование. Поэтому, если у вас ноль в начале, ну просто ноль, 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 потом пошел плюс. Если у вас минус, вот так сделали, посчитали максимальный минус, заняли, сколько вам нужно. Не обязательно сразу 500 занимать. Там можно 250 занять и через полгода 250 занять. Но важно сильно заранее начинать. Не когда вам завтра срочно нужны уже деньги. Понимаете? И опять же, вы же все это с запасом. Но я думаю, что вы найдете, как за 10 месяцев, если будет гореть одно место, увеличится по доходам. Тем более, если подключить. Друзья, смотрите, вообще я такое краткое резюме сделаю. Мне люди говорят, Ром, а если у меня не получится? Я говорю, подожди, что конкретно? Прийти на работу, поднять телефон, сделать звонок? Приехать на встречу, там задать какие-то вопросы, заключить сделку? Сделать нужное количество встреч, чтобы была сделка? Или там оформить нужное количество бумаг, чтобы получить, ну там, бухгалтер? Отчетность, сделать дизайн макетов, написать текстов, чтобы заработать нужную сумму денег? Или у тебя не получится, когда ты заплатил, внести в расходы? Или у тебя не получится прийти в банк и сказать, ну вот депозит, там под такие-то условия. Что конкретно из этого у тебя может не получиться? Человек такой, блин, а я так не думал. То есть мы боимся абстрактного чего-то, что не получится. А я пытаюсь все управление деньгами разложить для вас на причины, следствия, на маленькие вот такие действия. Покажите мне в финплане хотя бы одно действие, которое у вас может не получиться. Я покажу вам человека, кто это делает, покажу несколько таких людей. Это обычные, простые, земные люди, это не Тинькофф и не Ричард Брэнсон, понимаете? И каждое из этих действий реально сделать. Да, сегодня я делаю акцент основной на грамотном, на причины следствия в грамотном распределении денег, в достижении целей, но точно так же в избавлении от долгов, то же самое причины следствия есть в увеличении доходов, в инвестициях. И если вы просто не удосужились разобраться, так разберитесь, ну либо страдайте по жизни. Вам до этого все было понятно? Вы допускаете, что раз я 8 лет на рынке, столько у меня погонов, личных результатов, результатов учеников и т.д. и т.п., и скорее всего мне придется отвечать за свои слова, иначе я же позволяю людям возвращать деньги в своем коучинге. Ну то есть иначе бы все возвращали деньги. Мне деваться некуда, мне придется отвечать за свои слова. Но здесь действительно нет ничего сложного. Это даже кайфово жить, когда у тебя деньги, когда ты там зарабатываешь, когда есть что потратить. Ну понимаете, да, кофе пойти попить вкусно и так далее. Поэтому еще раз, здесь нет ничего сложного, здесь есть какие-то вещи, в которых вы недоразобрались. Но вы правильно сделали, вы либо там пришли сюда на семинар, либо слушатели, вы купили семинар, чтобы научиться, как это делать. Поэтому резюме задания и идем на перерыв. Составьте личный финансовый план. Методология, вот она, табличка с презентацией в материалах к этому семинару. Заработал, распределил, отложил, финзащита, инвестиции, цели, увеличил доход, заработал, распределил, устранил кассовый разрыв. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Время выполнения 120 минут. Составление финансового плана. Составите, если будет видеоинструкция. Поставьте свои цели, поставили на паузу, включили свои цели. Поставьте активы, пассивы, поставили на паузу, поставили свои. Ну вот, просто одновременно делайте пошагово вместе с этим. Если что-то не получается, звонок финансовому консультанту, который предполагается вместе с покупкой диска данного семинара, и он вам поможет досоставлять. Ну вот, и мы с вами, получается, из четырех действий прошли два. Определите цели, составьте финансовый план, но до этого был еще бюджет, баланс и финансовая защита. У нас с вами осталось два раздела. Первый – это следовать финансовому плану. Это очень быстро, это там совсем чуть-чуть действий. И чуть-чуть больше раздел – это перевыполняйте финансовый план. Но важно, последний раздел, может, вам и просто выполнение финплана вас устроит. Но, конечно, когда ты перевыполняешь кайфовия, целей больше, и можно Ибицу не объезжать во время путешествия в Европе. Или, если ты уже приехал, то дойти до знаменитого клуба Пача, в котором играет знаменитый Дэвид Гетто. Ну, в общем, прикольно перевыполнять, да? Поэтому здесь я вам дам достаточный набор действий, который вам позволит это сделать. Хорошо? Сейчас перерыв 10 минут. Продолжение следует...